Добрый вечер! Слушай, я воспользовался возможностью, что ты оказался в родном городе Кишинев, потому что ты недавно снял фильм, о котором мы поговорим позже, про наркоманию в Молдове, называется «Соль и боль». И мы отдельно о нем уделим ему время. Но ты сказал, что ты несколько дней будешь в Кишиневе, потому что ты ездишь по городам и весям, как говорится, по разным странам мира. Поэтому я решил этим воспользоваться, для того, чтобы поговорить как раз на ту тему, которая на многих наших зрителей интересует. Потому что мало в Молдове международно известных блогеров, ютюберов, и ты один из них. Потому что у тебя на сегодняшний день больше скольки? Где-то под 500 тысяч уже, наверное. Ну, 400 с чем-то, да. Да, 400 тысяч. То есть это полмиллиона, это очень такая серьезная цифра. И вот сейчас просто, чтобы мы для, как говорится, затравки. В одной статье, я когда готовился к программе, про тебя прочитал, написано. Владимир Караманов, гражданин Молдовы, и делает на этом постоянно акцент, как регулярно напоминает поклонникам, что очень любит свою страну, с ее непростой судьбой и как хочет сделать ее знаменитой на весь мир. Собственно, с видеоклипов про Молдову началось то, за что он уже давно получил серебряную кнопку и уверенно двигается по направлению к золотой. Конец цитаты. Какой хороший человек писал, я это не читал. Да, ну, видишь, говорится, зачем про себя читать, если другие пишут. Слушай, тогда скажи мне, вот получается, что ты знаменитым стал именно благодаря тому, что ты начал о Молдове? Нет, на самом деле. Этот канал, о котором мы сейчас говорим, он не посвящен Молдове. А в пандемию я начал снимать как раз Молдову, завел канал Zurgalable, там одним из проектов был Fair as a Grand. То есть без заграна, специально такой каламбурчик русско-молдавский. И тогда и на тот канал я снимал много Молдову. Серебряная кнопка не за Молдову. Но там тоже была определенная движуха, это на молдавских некоторых каналах показывали. И как бы такой долг родине я отдал тогда. Да. Были короткие выпуски по 20 минут, я их снял около 30. Вот такое было. Слушай, ну твой основной канал, насколько я понимаю, сейчас это Взял и Поехал. Он называется Вова Карманов. Он когда-то назывался Взял и Поехал. Я это переиграл. Да, Взял и Поехал. Это было название тревел-проекта. Сейчас у меня там, как видишь, не только тревел. Там про эмиграцию, про вооруженные конфликты. И вот такая социалочка, как наркомания. Только я попробовал ее. Не наркоманию, а социалочку. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот тот момент, когда у тебя, говорится, поперло. Когда действительно ты понимал или понял, что канал начинает набирать обороты. Когда это случилось и какой прецедент был? Полтора года назад и прецедента никакого не было. Вернее, он был таким, что я просто начал пахать. Я поставил себе цель, давай-ка, Вова. Я с собой иногда разговариваю. Это шизофрения какая-то, наверное, легкая стадия. Но у нас бывают психологи в программе. Я тебе потом порекомендую. Не надо, это пока полезное действие. Я вот с собой разговаривал и говорю, Вова, а давай-ка, чтобы понять, твое, не твое. Вот ты ни туда, ни сюда всем занимаешься. И IT, и в блогинге тоже разные у тебя направления. Давай-ка поднажмем. Будем выпускать, это я продолжаю сам собой. Будем выпускать один выпуск в неделю, но крупный, на один час. То есть большой выпуск в неделю. И продержимся хотя бы два месяца. Так вот, я в таком режиме продержался, как оказалось, год. И я даже один дополнительный выпуск за этот год выпустил. То есть 52, это 52 недели. Я, по-моему, 53 выпустил за тот год. Вот за этот год и набралась вся эта критическая масса. Сейчас я чуть-чуть подзабил и два выпуска в месяц публикую. Ну, это действительно очень серьезный показатель, потому что у меня есть некоторый опыт тоже работы с YouTube, с YouTube-каналом. А раз в неделю выпускать видео, это достаточно жестко. Ну, это жестко. Даже два вот сейчас я вроде бы, давай-ка расслаблюсь и два в месяц. Нет, все равно я сделал еще одну паузу какую-то. То есть ты хочешь сказать, что от частоты выпусков аудитория прирастает быстрее? Просто больше работы. Вот ты за год выпустишь один выпуск, он наберет 100 тысяч. Или ты выпустишь 50 выпусков, которые наберут по 100 тысяч. Просто больше работы. Каждый ролик, он привлекает новую аудиторию. Да, но есть люди, которые делают очень много видосов, выпускают, но при этом у них аудитория не растет. Тогда надо качественно. Я же поставил себе и качественно, и много, и часто. Но ты продвигал это каким-то образом через рекламные сообщения? То есть оно вот само органическим путем? На тот момент у меня уже было 100 тысяч подписчиков. Так вот эти 100 тысяч подписчиков, они откуда? За пару лет я всякую фигню снимал, но набралось. Я все равно старался нормально делать, но не настолько плотно и качественно, и в одном формате. У меня был разнобой просто. Поехал куда-то, что-то снял. А ты искал что-то свое, да? Вот такой у тебя, а ты пытался себя настроить. Я тоже не пытался, я просто в прикол это все делал. А вот когда это развилочка была, вот этот мой разговор сам с собой, тогда пришлось определиться с форматом, с чистотой, и как бы поднажать именно усердством. То есть ты ни на кого не ориентировался, ни с кем не советовался, не читал опыт других видеоблогеров? На тот момент я примерно уже понимал, что нужно. Слушай, скажи, пожалуйста, но ты вообще в блогеры пошел из IT-сектора, ты айтишник? Я айтишник, ну как айтишник, айтишник-самоучка. Да, но в основном, основная моя жизнь была, наверное, связана с IT. Не только с IT, но до блога лет 7, наверное, я занимался только этим. Ну и внутри IT я тоже менял направление постоянно. А что тебя сподвигло вот так вот взять, все бросить и пойти? Долгое время это было параллельно, просто я в IT зарабатывал деньги, мог путешествовать, я любил это, начал снимать. Оно начало получаться и как хобби развивалось, набирало вот эти 100 тысяч параллельно. Просто капало, капало, капало. Просто ты выкладывал свои путешествия? Да, но старался делать это хорошо, я пытался разобраться, как нужно, как делают другие. И не просто тагил, а со смыслом. Сразу, у меня сразу пошел закадровый, я понимал, что надо добавлять какую-то информацию потом на монтаже. И вот в этот год, который я пахал над блогом, я уже начал зарабатывать с него нормально. И я такой, да, хрен с ней с IT, если что вернусь, если буду умирать от голода, как бы не пропаду. Есть куда возвращаться. То есть у тебя не было изначально финансовой мотивации, вот я сейчас... Вообще, блог это антифинансовая мотивация, я на него сливал кучу денег просто. А вот скажи, пожалуйста, вот расскажи, потому что я уверен, что многие, которые нас будут смотреть, люди, они тоже ставят себе задачи стать известным блогером, но в первую очередь мотивация для них это деньги. Вот эти блогеры, они везде ездят, они зарабатывают там крутые бабки. Вот как это происходит? Они ездят и зарабатывают, и я сейчас зарабатываю, но до этого были просто годы инвестиций и таких, что я понимал, оно может не вернуться никогда. То есть мне прикольно, вот в это я инвестирую. Может быть, повезет, если я все сделаю правильно, начну на этом зарабатывать. Только так. Если бы я считал деньги, я бы долго этим точно не занимался, потому что это супер невыгодно было. Значит, я сейчас мы с тобой говорим, я вспоминаю, есть один американский инвестор, который сказал, лучше быть анонимным миллионером, чем известным нищим. То есть на самом деле у тебя не стояла задача заработать, но каким-то образом это произошло. Вот скажи, пожалуйста, вот эта вот финансовая составляющая, как бы говорят некорректно, но все равно многие будут на меня обижаться, если я не задам вопрос. Вот на какие финансы может рассчитывать человек, который начинает по-серьезному раскручиваться на YouTube? Он начинает или он уже по-серьезному разные вещи, которые начинает, ни на что не может рассчитывать. Если у него, как у меня, примерно аудитория, то этих денег хватает на жизнь и еще немного откладывать, и на все путешествия. Но ты говоришь сейчас о аудитории полмиллиона, это достаточно... Сто тысяч уже тоже можно жить. Сто тысяч? Можно жить. Со ста тысяч как бы и начались какие-то предложения по рекламе, они были не сильно крутые, но они были. То есть это рекламная интеграция, то есть к тебе уже подтягиваются сами рекламодатели, которые знают, что у тебя есть аудитория? Сто тысяч уже ты, хотя бы тебе любой человек ответит уже на вопрос. Тебе легче искать людей для интервью, тебе легче искать коллаборации. Даже у меня было 30 или 40 тысяч подписчиков, я уже бесплатно... Билеты мне оплачивали, я бесплатно останавливался в отелях. Ну то есть тебя уже выслушивают. И даже иногда там что-то зарабатывал. Это спонсоры оплачивают? Это уже я. Я звоню в какой-то отель где-нибудь. Тогда я много Украину снимал. Звоню в какой-то база отдыха или отель в Украину. Говорю, вот моя ссылочка, давайте коллабу, мне надо на неделю у вас остаться. С друзьями еще. Все шли на контакт. Все говорили, окей, супер, нам нравится. Давай, просто засвети, где ты остановился. Это было еще давно и была аудитория вообще небольшая. На какой-то бартер можно рассчитывать с небольшой аудиторией. Вот это точно. Если делаешь нормальный контент сразу. Ты сказал с друзьями. Я так понимаю, что ты ездишь не один. Безусловно, для таких вещей необходима команда. И в зависимости от проектов. Нет. Я беру, когда куда-то недалеко еду, беру кого-нибудь. А допустим... Оператор тебе нужен? Ну, мне не нужен оператор. Вот последние, наверное, роликов 20 поездок я брал с собой кого-то, наверное, в поездке 2 или 3. В основном сам. А функции того человека, которого ты брал с собой? Да просто легче. Да, действительно, где-то расставить камеры, но я это и сам могу сделать. Да, но я смотрел твои выпуски. Ты там идешь, у тебя нет камеры в руках. Это селфи-палка. Ну, не всегда. То есть там есть просто... Всегда? Всегда. Если вот мы идем и камера на нас, то это всегда. Хорошо, скажи, пожалуйста, ты понимаешь, если сравнивать, сейчас у нас как? Сейчас аудитория становится очень избирательна. Многие смотрят то, что хорошо отснято. Где хорошая картинка, где, значит, дроны там и всякие другие навороты. Соответственно, это все дополнительные затраты. Есть там известные видеоблогеры, которые только за счет красивой картинки очень сильно продвинулись. Инвестиции в команду — это дополнительные затраты, безусловно. Но почему одни на них идут, а другие нет? Ну, я скажу так, дроны. Вот мне очень нравятся кадры с дрона. У меня всегда были дроны еще, когда я прям начинал. Но последнее время все меньше. Я как-то не заморачиваюсь на самом деле. Дроны не решают. Красивые вот эти кадры не решают. Я все стараюсь снять красиво. Вот, допустим, те же дроны, я его в последнее время что-то даже не беру. Такой, да, ладно, хрен с ним. И провести все сложнее, кстати. Его по Европе еще окей. Везде, в других местах. А, сейчас ужесточили. Ужесточили. У меня несколько раз его конфисковывали. И я понимаю, что все сложнее. По Европе или там я на машине, когда еду, я бросаю его в багажник. Инвестиции в картинку, ну, не знаю. У меня, наоборот, по упрощению идет. Если раньше я таскал с собой эти тяжелые зеркальные камеры, то сейчас я на два айфона снимаю просто. Петлички, да, нужен хороший звук, но оно все уменьшилось. Это просто коробочку берешь с собой, щелкнул. Ты снимаешь на айфон? Я снимаю на два айфона, да. А крупные планы? Все хорошо? Все супер. Слушай, так ты очень сильно удешевил себе затратную часть вот эту всю? Ну, не знаю, а фоны по полторы тысячи евро стоят. Удешевил, не удешевил. Зеркалки так же. Ну да, но возможности камеры большие. Это не нужно. Я понял, что это не нужно. Я же, ну, сам, во-первых, там на автомате максимально просто все работает, на айфоне. На зеркалке надо как бы постоянно ее что-то трогать, регулировать. Здесь нет, на автомате отлично снимают 4К, показывают на трех или четырех телеканалах. Никто мне не сказал, что что-то не то. Да. Причем всегда контент здесь. Я пришел домой или в номер, я его по аирдропу кинул на макбук. Вся эта экосистема классная работает. Ты здесь сразу залил в облако и передал людям. Или прямо здесь же подредактировал. Или залил в облако. В общем, у тебя монтажер, кто занимается этим, да, как правило? Монтажер есть, конечно. Да. То есть ты параллельный, чтобы не тратить время, пока ты... Во-первых, ты себя обезопасил тем, что ты сразу же перебросил с телефона, потому что может быть что-то с ней произойти. Конечно, это максимально. Не флешку, не надо ничего дергаться, да. Нет, ну я перекидываю монтажеру, да, но до этого проходит еще несколько этапов. До монтажера еще пишется большой сценарий подробный. И потом передается материал с этим сценарием. Скажи, пожалуйста, вот ты очень много путешествуешь. Первая страна, в которую ты вот поехал, именно целенаправленно, когда ты решил вот заниматься видеоблогами. То есть какая была? Я скажу так, что я поехал туда не снимать блог, но так получилось, что я там снял первые выпуски. Просто в прикол. Я поехал в Абхазию. Это было давно. И я просто снял так любительский. Ну, у меня была какая-то хэндикам-камера. То есть не телефон. Телефоны в те годы вообще были прям дно. Я отснял, какой-то закадровый написал. В общем, получилось, что я снял где-то серию из пяти-шести роликов про Абхазию. А вот я бы сейчас сказал, что они слабого качества, но на тот момент не было ничего как бы адекватного. И получилось, что мои ролики стали самыми интересными про Абхазию. Вообще не заслуженно, я бы даже так сказал. Но так или иначе, они стрельнули. А вот что стрельнуло? Ты анализировал же, что привело к этому успеху? Отсутствие конкуренции и относительно нормальное по тем временам качество. Отсутствие конкуренции, то есть люди не ездят в Абхазию, чтобы снимать, а не как республики. Она очень популярная, но никто про нее не снимал. Снимали только такое. О, привет, я в Абхазии. Все, маленький какой-то кусочек. А так, чтобы это в 20 минут как-то сжать всю информацию о Гаграх, такого не было. Я это сделал. Может и было, но было еще хуже, чем у меня. И в общем, тогда как раз был всплеск интереса к Абхазии. И мои ролики стрельнули, там все эти ролики набрали по 100, 200, 300 тысяч. Я тогда просто обалдел. Это было вот толчком первым. Если говорить о дальше развитии твоего вот этого пути по странам, ты начал себе анализировать, каким образом ты выбираешь страну для поездки? По-разному. По-разному. Иногда просто удобный стык. Я понимаю, что вот мне удобно лететь в Испанию через Англию. Думаю, блин, Англию надо снять. Я снимаю Англию. Остаюсь там на 3-4 дня и начинаю уже искать. Иногда наоборот от какого-то интересного знакомства. Я понимаю, что вот там есть интересный человек. Надо поехать его поснимать. И параллельно уже смотрю, чтобы удешевить поездку, что еще куда слетать. Если я полетел в Латинскую Америку, я посетил сразу 5 стран. Очень плотно, везде по 3-4 дня всего. Но это уже был продуманный тур. У меня никаких не было знакомств в Латинской Америке, когда я туда решил лететь. Я просто взял билет и думаю, там разберемся. И вот там разобрались. То есть все у тебя так спонтанно? В основном все спонтанно делаю. Никогда вопросов не готовлю, ничего. Походу понимаешь по человеку, что его надо спросить. Заранее мне просят, дай вопрос. Я говорю, блин, ну поговорим примерно об этом, о вашем переезде, я не знаю. Но на месте определимся, не бойтесь. И никто не боялся. Но ты же людей каким-то образом для этого отбираешь? Ну, кто-то поинтереснее. Ну, смотрю профайлы, еще что-то, конечно. То есть ты когда готовишься к стране, ты берешь уже, смотришь, какие люди там наиболее активны. Потому что, в принципе, среди твоих гостей или участников твоих выпусков, вот я смотрел, там есть люди, которые там давно живут, они ведут отдельно свои блоги, инстаграмы или что-то другое. То есть ты их анализируешь для себя, потом с ними списываешься и уже договариваешься. Да, и на месте уже часто я лечу, у меня там 2-3 договоренности, 2-3 знакомства. И на месте я уже тоже шуршу, с ними же говорю, кого-то на улице встречу. Продолжаю там на месте искать, и часто вот алмазы попадаются именно там. Ты их находишь, ты уже в этой обстановке понимаешь, куда податься, где интересные люди могут быть. Да, ну смотри, ты говоришь, вот прямо на месте вот эти алмазы. Безусловно, это, как говорится, стечение обстоятельств. Но чтобы на улице столкнуться с человеком, который станет героем твоего сюжета, это, ну, риски большие. Ну, если ты спланировал себе поездку далеко, это далеко и дорого. Ни разу не было такого, что я не нашел. Ну, не прямо на улице, не обязательно. Кто-то на улице, но кто-то, вот я общаюсь с местным человеком, с блогером. Мы с ним уже там 3 часа ведем беседу, он рассказывает о своих знакомых, о каких-то интересных местах. Я за это цепляюсь и через него выхожу на кого-то другого. Трудности перевода не существуют в твоих поездках? Ну, в Латинской Америке было бы круто, чтобы я знал испанский. Там никто английский даже не знает. Но аудиторию-то я выбираю русскоязычную. Почему? Я знаю английский. Пару раз я брал у людей интервью на английском. Пару раз брал на румынском. Делал субтитры, делал даже дубляж. Это все можно сделать, но это супер долго. Долго и энергозатратно, и я поэтому ищу, кто по-русски говорит. Просто, чтобы не переводить это, долго. Титры, вот это все, нет. А кроме этого, ты же анализировал, какие гости привлекают. Потому что наши, так сказать, образные, я сейчас говорю, те, кто жили на территории бывшего Советского Союза, уехавшие, они, наверное, более интересны порой, чем, ну, как говорится, чем, как это, местные аборигены, так сказать. Но, ну, вот Жанна Бадоева, например, снимает локолов. Другой формат. Я снимаю больше людей эмигрировавших, уехавших. Почему? Во-первых, русский язык, понятно. Во-вторых, он там прожил 10 лет, он это все впитал, и мне, и зрителям рассказывает уже так, чтобы мы поняли. Он через себя это, как бы уже внутренне еще один перевод сделал, и он нам объясняет на понятном нам языке. То есть ментальность совпадает, и он это уже... Он уже пытается вот так с нашим юморком объяснить, что прикольного в этой Колумбии. Ага. Смотри, вот у тебя, я смотрел выпуск о Израиле, о поездке твоей в Израиль, больше миллиона набрал по сравнению с другими. Он стрельнул просто невероятно. Не, ну, как невероятно стрельнуло коллеги, я там почти 8. Да, хотя, ну, я вот именно из таких вот... Потому что Израиль, это достаточно, ну, как говорится, популярная для видеоблогерства страна. И, несмотря на это, миллион. Вот за счет чего это все происходит? Ну, актуальность. Актуальность. Я попал туда за пару дней до начала войны. Ага. И, получается, выпустил через пару недель после начала войны. Чтобы попало в актуальность, мы еще... То есть совпало. Я еще созвонился с людьми, про войну мы поговорили уже на этапе монтажа. Добавили актуалочки, то есть мы осветили чуть-чуть войну там. У нас остается несколько минут до рекламной паузы. Я хочу вот тебя спросить. Ты везде себя позиционируешь как молдавский блогер. У тебя там прямо. Вот какова реакция людей на это? Ой, ну, разная. Кого-то бесит. Россиян бесит часто. А что бесит россиян? Бесит россиян. Почему ты акцентируешь, что молдавский? Ты же говоришь по-русски. Ты, наверное, должен писать, что ты русский. Я так думаю, но жутко бесит. Больше никого не бесит. Но ты имеешь в виду, это бесит в комментах? В комментах. В комментах, да? То есть а в живом общении непосредственно? Нет, никогда не было. Уже комменты там много... Нет, Молдова сейчас такая страна, что максимально френдли во всем мире. То есть наша независимость, так сказать, и нейтральность, она является сейчас просто преимуществом, да? Вообще с гордостью можно говорить, что ты молдаван. Здорово. Слушай, ты про военные конфликты делаешь выпуски? Ну, делал, конечно. Я снимал Приднестровье, Абхазию, Карабах, Южную Осетию, Северный Кипр. Вот это все. Есть? Израиль тоже получается, что немножко военный получился. В чем отличие съемок вот как раз стран, на территории которых идут вооруженные конфликты, по отношению стран, где, ну, так сказать, все на расслабоне? Ну, во-первых, это совсем другой формат. Уже не о переезде. Я уже не говорю с эмигрантами. Я говорю с локалами. И они рассказывают про это, они эмигрировавшие. Ну, все по-другому. Ну, насчет того, типа, тревожно ли? Ну, вот на Кавказе везде было тревожно. Абхазия, Южная Осетия и Карабах. Везде там очень напряженная ситуация. И там на границе допросы, еще что-то. Какие-то меры безопасности. Там находясь, мало ли, там им нужно шпиона поймать, и я подойду под эти описания. То есть такая максимальная скрытность. Я там просто турист такой, с телефоном, и не палюсь. Вот эти камеры бы там меня как раз очень подставили, огромные. Ну, вот я об этом хотел и сказать. Преимущество большое. Ты камеру с собой не везешь, никто на тебя не реагирует. А ты нигде это не анонсируешь. Я не везу. На правоохранительные какие-то органы нет. А тебе приходилось как-то сотрудничать с ними? Нет. Вот именно в процессе, чтобы тебе помогли провести съемку? Никогда. То есть ты все как говорится. Я стараюсь заранее никого не... Руссатуристов обликов морали, да? Ну да, да. Заранее предупредить. Спросишь разрешение, есть вероятность, что тебе откажут. А если ты сделал, не спрашивая, потом можно извиниться, если что, и удалить. Но такого тоже не было. Мы сейчас вынуждены уйти на рекламу. Не переключайтесь, у нас только начинается наш интересный разговор. Мы вернулись после рекламной паузы в студию. У меня сегодня в гостях Владимир Карманов, видеоблогер, автор канала на YouTube Вова Карманов. Говорим мы о том, как стать блогером, и вообще что это за профессия, и как в ней выживать. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот твои путешествия как видеоблогера, многие это воспринимают таким образом, что вот он путешествует, заодно он еще себе видосы снимает, все так красиво. Слушай, я хочу, чтобы ты, так сказать, разочаровал завистников, потому что работа видеоблогера, вот какой являешься ты, отличается в корне от простого путешественника. Вот расскажи, в чем главные трудности? Потому что люди, когда едут отдыхать, это одно, но когда ты едешь снимать сюжет, фактически ты находишься на работе, это совсем другое. Расскажи об этом. Ну, во-первых, я реально считаю, что это круто, я к этому шел, ради этого потел, и мне это нравится. Но насчет того, что не путайте блогинг с туризмом, это 100%. Последний раз я куда-то ездил отдыхать, я и не вспомню когда, потому что любая моя поездка, даже вроде бы на отдых, превращается в работу. И в тяжелую работу, и довольно нервную. Вот с опытом нервы чуть-чуть уходят, у меня, допустим, через пару дней тяжелые съемки, я вообще перестал париться. Но все это время, последние два года, это было очень нервно, я в суматохе, все такое. Ну и там ты реально продумываешь логистику, тем более, когда сам все делаешь, это сложно. Со всеми договорись, со всеми перестройся, потому что надо быть чуть психологом, у каждого свое, надо понять его мировоззрение, чтобы его не оттолкнуть. Надо продумать, работают ли все камеры, надо продумать со звуком, потом надо продумать, как добираться в другой конец города, а ты в этом городе первый день. Надо понять это все, купить симку, вот чем дальше, тем проще с этим. Но раньше было даже вот связь не купил, не понял, как это сделать, ты без связи, все, ты не можешь ничего. Короче, это, конечно же, сложно, но это безумно интересно, так что стремиться к этому можно. То есть ты на драйве все делаешь, так сказать? Ну на драйве, на драйве, конечно, но кто с непривычки попал бы в такую ситуацию в один съемочный день, наверное, бы передумал этим заниматься сразу. Но с непривычки ты имеешь в виду, что твой опыт любительский, когда ты просто снимал и потом вот первые выпуски, это тебя в неком смысле подготовило вот к этим уже стрессу. Вообще опыт, вообще опыт. То есть ты сначала готовишься к интервью, пишешь вопросы себе, обсуждаешь с человеком это все. Короче, целая свадьба по поводу там какого-то часа съемок. Сейчас я вообще без подготовки иду с айфоном, беру раскладной штативчик, поставил микрофон и зацепил. Все, мы поехали говорить. Я знаю, что из этого мы нарежем много интересного. Еще с шуточками, с прикольчиками. Я хочу просто вернуться еще раз к вопросу, чтобы, может быть, ты более расширенно сказал о том, по какому принципу ты отбираешь страны. Потому что в основном все-таки у тебя, ты как трейвел-блогер выступаешь. Потому что тема, как это когда-то, по-моему, Хазанов говорил, что хватит на мир смотреть глазами Синкевича. Давайте мы сами хотим, обращаясь, так говорится, к советскому человеку. То есть у тебя есть возможность сейчас путешествовать, ты можешь отбирать страны. Но ты чувствуешь, например, что может быть интересно, в первую очередь, тебе, когда ты отбираешь страну, либо то, что будет интересно зрительской аудитории. То есть ты на нее ориентируешься. Как это происходит? Ну, вопрос правильный. Есть разные способы выбора стран. Первое. Я думаю, что это будет интересно. Вот сейчас я отснял Гагаузию, она явно будет интересна, зайдет людям. Или там началась война в Украине, я думаю, надо быстро снимать Кавказ, там много чего интересного. И это как бы тоже сыграло. Чуйка. С Израилем, не знаю, что меня толкнуло, но, блин, все-таки поехал и попало. Попало, не знаю, какое-то тоже чуйка. Попало именно вот, когда началось. Это такое, что мне интересно. Бывает, что мне и зрителям. Мне, в принципе, интересно тоже, что и зрителям, на самом деле. Война началась, мне тоже стало интересно, а как там в других горячих точках дела происходят. Поехал снимать. И зрителю тоже это интересно. Бывает, что меня приглашают, просто говорят, есть деньги. Даже так? Конечно, это довольно часто. Есть деньги, приезжай, все поможем, все расскажем. Но, опять же, тут важно, я иногда отказываю, когда понимаю, что это неинтересное направление. Меня, например, на Бали приглашали. У меня пять роликов вышло про Бали, я просто говорю, я просто не буду больше Бали. И все равно тебя приглашали? Просто те пять было не по приглашениям, а я их уже выпустил, и там весь Бали как бы их посмотрел, и меня несколько человек приглашали. А у них какая мотивация тебя пригласить? Чтобы ты раскрутил этот отель? Ну, типа. Недвижка часто. То есть, ради того, что ты покажешь, что вот здесь вот какой-то там жилой комплекс, крутой там, или вы можете там... Да, да, мы поговорим, это будет интервью с человеком про недвижку, тоже постараюсь сделать это интересно. Параллельно сниму еще что-то про эти места, и с какими-то другими людьми, эмигрантами поговорю. То есть, сделаем полноценный выпуск, но там будет представлена вот эта коммерческая часть. Я хочу, чтобы мы сейчас, потому что у нас телевизионная аудитория частично нас смотрит, люди, которые далеки, многие из них, при всем уважении, далеки от интернета, от ютюба. А есть огромное количество людей, которые вообще телевизора уже дома не имеют. Они все смотрят на ютюбе, значит, смотрят со своих смартфонов, планшетов и все, что другое есть из этих гаджетов. И вот ты сказал, что тебя приглашают какие-то там, допустим, понедвижки, другие какие-то там компании. Говорит это о том, что они видят в сегодняшнем мире видеоблогеров наиболее эффективной рекламной кампании для себя, чем, я не знаю, размещение на каком-то сайте какого-то объявления. Потому что, в принципе, видеоблогинг становится мощной силой. Потому что, когда у таких, я не знаю, звезд там видеоблогинг, как, допустим, тот же Джор Роган, да, то есть он там ведет подкасты отдельно, но у него там миллионы аудитории. Либо там еще есть Фриман, который я, например, смотрю, есть другие там люди. То есть, если этот человек где-то что-то показывает, то это безусловно сразу видят миллионы. Ну, я тебе так скажу, что я на сто процентов знаю, что люди, которые заказывали у меня рекламные интеграции, заработали на этом бешеные деньги. Я знаю конкретные примеры, я со многими общаюсь. Бешеные просто окупилось, не знаю, в сто раз, наверное. Но есть такие, где ноль, не попало в аудиторию. Допустим, есть примеры рекламы приложений. Просто я такое приложение прорекламировал, но оно не зашло аудитории. Не туда. Были звонки, там еще что-то, но там продаж не зафиксировано. Конечно, это работает. Если посмотрит 500 тысяч человек и каждый из тысячи задумается, то, ну, это 500 потенциальных клиентов, это дофига. Оно работает прям сто процентов. И не просто так вкладывают в это деньги люди. Я не знаю, как работает телевизор и сайты, как ты говоришь, но это то, с чем я имею дело, и оно точно работает. Конкуренция среди видеоблогеров. Вот ты ее ощущаешь, она есть? Я не ощущаю. Те несколько блогеров крупных, с которыми я знаком, мы прям классно общаемся. Антон Лядов. Петника Планетка, вот два таких крупных. Еще Максим Красавчик. Есть такой. А, ну да, я видел у тебя про Колумбию там один парень. Вот, 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 вот. Скажи, пожалуйста, тебя на улицах узнают вообще? Узнают. Пока приятно. Не так часто, поэтому приятно. А на каких улицах? Везде. Да ладно? В Латинской Америке тоже узнавали. В Латинской Америке тебя узнают на улице? Ну, молдавская аудитория у меня где-то 2%. Ну, там понятно, в Латинской Америке, значит, европейской внешности не так много людей на улицах. Там можно сразу же вычислить, ага, вот он. Это как у нас, я не знаю, афроамериканцев, так скажу. Ну, один афроамериканец узнает другого здесь, потому что, во-первых, обратит на него внимание. Да, поэтому и там на меня тоже, видимо, обращают внимание. В Молдове примерно так же узнают, как и везде. Не сильно часто, но бывает. Как это происходит? Да, как обычно. Подходит снять селфи? Это же вы, да. Бывает, что фотку просят, или просто говорят, что классно. Мне пока приятно, но я шел с Лядовым по Тбилиси, каждая собака его узнает. И он такой уже, куда, типа, фотку? Нет, 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 пожалуйста, без фоток. Его заколебали, у него в 10 раз больше аудитории. Но представь, что у тебя будет в 10 раз больше аудитории. Я думаю, меня тоже будет бесить. Да, но это часть твоей работы. Ну, часть моей работы, я буду с этим как-то мириться, но меня будет бесить сам факт такого. Я буду стараться менее людные места выбирать, я так думаю. Кяпочку, очки. Ну, может быть. Дай бог, чтобы так было. Так что, как бы, я готов терпеть. Слушай, скажи, пожалуйста, ты можешь припомнить самую курьезную ситуацию, которая была во время твоих поездок? Курьезная? Что это значит? Ну, вот, вот ты чувствуешь, что вот она вот просто такая необычная, вот она тебя, как говорят сейчас, триггерит. То есть, ты понимаешь, что вот что-то такое произошло, там, я не знаю, там, там, багажный, ну, я так фигурально, допустим, куда-то не улетел, там, либо... Нет, ну, страшно бывало, когда мы в фавеллах снимали в Бразилии. Отдельно, вот, про опасно это отдельно. Хорошо, давай по-другому сейчас. Самую стрессовую, опасную ситуацию, какую ты можешь себе припомнить? Знаешь, блин, ну, я примерно стараюсь держать это все под контролем, но вот в фавеллах Бразилии было опасно. Ты понимаешь, что там убивают людей, и там нельзя снимать на видео, и там вообще белым лучше не появляться. А я белые снимаю на видео, не местные, без разрешения, без местных людей. Я понимаю, что это, типа, вау, жесть, и потом, когда я это бразильцам рассказывал, они говорят, да ты псих, мы там не появляемся. Там фавела Азаска, например, есть в Сан-Паулу. Мы там не появляемся, ты что, бессмертный? Но я на тот момент, я чувствовал, что я могу это сделать, я не вижу опасности, подойдет ко мне кто-то, ну, я понимал, что я, скорее всего, выкручусь. Например. И в этой, конкретно, фавеле я был с украинцем, который, ну, там бывает иногда, он говорит, ну... Он, типа, твой гид был, да? Он как гид твой был. Нет, не как гид, он просто там бывал, он один из героев выпуска. Ну, он там часто бывал и говорит, так, ну, вроде нормально, пошли. А не было такой вот критической ситуации, такой... Нет, мне рассказывали, ну, в критических ситуациях, как людей там били, там, вот вчера меня избили, вот такой у меня был знакомый в Сан-Паулу, он говорит, буквально вчера дрался и прочее. Я не дрался ни разу. Один раз очень давно я был с другом Дарелом в Копенгагене, и вот там чуть-чуть порамсили с местным жителем, но это было не сильно. Я хочу, чтобы мы немножко поговорили опять про нашу молдавскую реальность, и чтобы ты более расширенно сказал о восприятии тебя как молдавского видеоблогера. Потому что, ну, как я в предыдущей части программы говорил, что ты акцентируешь внимание, то есть ты просто пишешь молдавский видеоблогер, и реакция разная. Ты сказал, что это бесит россиян, которые считают, что... Не всех, ну, попадаются такие россияны, так скажешь. Не всех, да, но ты говоришь больше о коментах. А вот в реальной ситуации ты говоришь, я из Молдовы, где-нибудь в Сан-Паулу. Ну, они узнают, это другое. Ну, что тоже как бы позитивно, как бы они не узнают, это повод поболтать, познакомиться поближе. Но когда, ну, там не знают в основном Молдову. По Европе, слава богу, знают уже, почти никто не переспрашивает. Отношение какое в Европе? В Европе хорошее. Хорошее отношение. Я не слышал никогда какого-то негатива вообще в отношении того, что я из Молдовы, чтобы кто-то как-то криво на меня посмотрел. В Азии тоже не знают. Смотри, у нас, как мне кажется, есть часть наших с тобой соотечественников, которые, ну, стесняются порой. Очень зря. Говорит, что вот мы из Молдовы, вот там самая бедная, самая какая-то несчастная, то есть вот такой вот некий комплекс неполноценностей. Вот ты с этим сталкивался? Сталкивался в людях? Да, в людях. Ну, я думаю, это по чуть-чуть сходит на нет. Молдаване путешествуют, работают в других странах, не знаю, половина населения явно бывало где-то в Европе, четверть работает там. То есть мы стали такой интернациональной страной, не какой-то там забитой. Стесняться точно нечего. То, что самые бедные, ну, в Европе, может быть, да. И то, такого уже, такой пропасти с другими странами, по сравнению с другими странами, я уже не чувствую. У нас довольно цивилизованное общество. И в первую очередь потому, что оно путешествует. Как оно начало активно путешествовать, Молдаване изменились. Они стали лучше. Молдаване, смотри, даже русскоязычные или румыноязычные Молдаване, они все равно знают по два языка. Я русскоязычный, я знаю румынский все равно. Это уже делает человека умнее, когда он говорит на двух языках. Третий цепляется легче. На английском многие говорят. Когда человек знает три, а кто-то там еще и итальянский цепляет в Италии быстро. Четыре языка, это уже точно не глупый человек. Поэтому не такая уж и плохая у нас страна. И со всеми ее минусами, как бы, она класс. Да, вот смотри, но ты говоришь, вот наши люди работают. У многих как раз комплекс некий, комплекс неполноценности в отношении того, что работают. Но у нас же есть очень много наших соотечественников, которые работают не на, условно говоря, фигурально стройке, да, где-то там. Или там уборщиком каким-то. Они занимают достаточно серьезные должности. Они занимаются бизнесом в больших компаниях. То есть, вот ты с такими сталкивался, которые... Конечно, я же стараюсь в поездках выцепить хотя бы одного молдавана где-нибудь, чтобы засветить в ролике. Конечно, есть крутые. Вот сейчас я буду в Лондоне снимать успешную девушку. Я был в гостях в Бельгии у друга Никиты. Скоро будет выпуск про Бельгию. Никита очень крутой чувак. Хорошо зарабатывает у него своя компания, которая работает в порту. То есть, у нас же есть такая, ну, скажем, какая-то добрая хитрость, что ли. Наши туда приезжают, и вот эта хитрость вкупе с трудолюбием и желанием что-то доказать, наверное, часто помогают достичь каких-то высот. Главное не замыкаться в чем-то. И те люди, у которых получается на новом месте как-то перестроиться. О, я теперь не тот Василий, которым я был в Молдове, где я тупо не мог найти другую работу. Тут у меня открывается миллион возможностей. Дай-ка я их все изучу. Хотя бы несколько из них и выберу лучше. И у многих получается. А вот какой бы ты дал совет нашим соотечественникам, опять же, о том, чтобы избежать этого комплекса неполноценности, которые в некоторых существуют, как нам вообще, как стране, по-другому посмотреть, более позитивно. Не с позиции, что мы самые в негативе, а вот что у нас есть потенциал, у нас есть преимущества какие-то. Потому что у тебя есть возможность сейчас сравнить. Ты очень много ездишь. В отличие, знаешь, у нас есть кто-то там съездил в одну-две страны. Это достаточно такой очень узкий сегмент понимания. У тебя более широкий. Ты пытаешься охватить, условно говоря, весь мир благодаря своей работе. Ну, понятно, я могу говорить о том, что надо становиться лучше, надо развиваться и прочее. Но главное не это. Главное понять, что мы не должны никому ничего. Мы не обязаны быть самыми богатыми. Ну, допустим, мы самые бедные. Почему мы должны испытывать комплекс вины из-за этого? Ну, бедные – это наше право. Не ваше дело. На любой вопрос можно сказать, да это не ваше дело. Мы из Молдовы, мы как хотим, так и живем. Если мы мало зарабатываем, ну, окей, наши проблемы, вам какая разница. Обычно делают упреки люди из стран, которые, примерно, так же плохо живут. Так что можно им то же самое в ответ говорить, но я в это не ввязываюсь. Я не знаю, вот хочу, чтобы ты мне сейчас рассказал. Есть такая история, что когда тебе вручали национальную премию «Лучший тревел-блогер», ты провал свой загран-паспорт. Да, прикольно, я решил хайпнуть. Два года назад было. Это как раз, когда я снимал проект «Фера за гран» – это игра слов без заграна. Я порвал за гран и говорю, буду больше путешествовать по Молдове. Я после этого еще снял выпусков «15 про Молдову». То есть это у тебя была такая хайповая акция, ты специально на это, да? Ну да, даже ведь об этом многие написали, прикольно. Ага. И тогда местный туризм благодаря коронавирусу был на подъеме, это было прикольно. Слушай, ты никогда по твоим заявлениям не хочешь связываться с выпусками о политике. Вот во время предвыбранной кампании 2020, ты временно якобы отказался, ну 2020 год, да. Пандемия. Да, да, ты отказался от своих выпусков на Ютьюбе. Это так? То есть ты, если я не ошибаюсь, сказал вот следующее, цитирую. «Некоторые думают, что если канал ведется на русском, это скрытая агитация. Помолчу, чтобы так не думали». Конец цитаты. Я не отказался. Меня, наверное, спросили в том интервью, это, наверное, у Дриги было, раз в 2020 год. Я же начал тогда снимать про Молдову. Это было довольно популярно. И вот мне именно все, это уже наша внутренняя молдавская ситуация, мне говорили, а что ж ты не снимаешь на румынском? Я, кстати, потом перевел выпуски на румынский, где-то 15 выпусков на румынский. Часть из них показали на журнал ТВ на румынском. Но они не пошли. Они не пошли. А что касается того, что политику... Ну, меня спрашивали, типа, не политический ли это момент, что ты вещаешь на русском? Нет, это не политический момент, потому что это мой русский язык, я на нем сделаю лучше всего контент, чем на... Как-то коряво на румынском или на английском. Зачем? Я делаю круто на русском. Я в русском языке только могу так жонглировать словами. А перевод на румынский... Он реально перевод на румынский убил какую-то мою авторскую тему, и поэтому румынские выпуски не пошли. Не пошло, да. Скажи, пожалуйста, вот ходили слухи, что тебе кто-то из политиков предлагал сотрудничество. Ну, знаешь, интернет такая штука. Вот сейчас вот, кажется, вскроем, как говорится, все эти темы. Якобы к тебе поступало предложение от молдавских политиков, от которого ты отказался. Нет, это типа, может, какой-то год указан там хоть-то... Ну, я так понимаю, что вот это в 20-х годах, то есть что-то такое. Ну, слушай, и не было такое. Либо это было незначительно настолько, что я забыл, но я ничего, каких-то переговоров я даже не припомню. Да, потому что, в принципе, аудитории большие у блогеров, это некая мотивация для... Да, ну, вы же видите, что у меня нет политики. А ты действительно считаешь, что без... Значит, не приплатили мне. Слушай, скажи, пожалуйста, а ты действительно считаешь, что без политики возможно... Да, я максимально от этого отхожу. Ну, понятно, когда я снимаю про Приднестровье, сложно вообще отойти от политики. Но, насколько я мог, я это сделал. Также и про другие конфликтные зоны. Даже про Одессу я, насколько это возможно... Вот сейчас, полгода назад, про Одессу во время войны я старался отойти и от политики, и мне благодарны зрители за это. Я это вижу в комментариях. Они понимают, что вот что-то около войны, но без политики, типа, круто, чуть-чуть облегчение. То есть ты акцент это делаешь на людях? На людях, на том, что происходит. Я показывал, что происходит в Одессе без каких-то громких там штампов, кого-то в чем-то обвинять. Но в то же время ты параллельно общаешься еще даже в своих поездках. У тебя есть граждане Украины, есть граждане России. Вот ты с ними пересекаешься. Вот когда началась война, я специально старался миксануть, показать, что примерно одинаково люди живут за границей. Это примерно одно и то же. Я старался в Волдован, украинцев и россиян. Сейчас вообще так не отбираю. Но да, у меня есть и те, и те, и со всеми я одинаково хорошо общаюсь. А у тебя нету идеи сделать... Если человек против войны, конечно же. А вот у тебя нет как раз идеи сделать некий проект, посвященный как раз вот этому, как ты говоришь, против войны. Потому что в первую очередь это о людях. Потому что политики это одно, и ты их ставишь, мы их ставим в стороне. А вот именно о людях. Вот что-нибудь такого объединяющего, вот истории такой нет у тебя? Думаю, сейчас снимать что-то объединяющее россиян с украинцами, это как бы очень опасно, если ты это имеешь в виду. Нет, я имею в виду как раз вот про людей. Ну вот выпуск мой про Одессу, он был строго про людей. О том, как живут люди во время войны. Все. Без чего-либо, без каких-либо призывов к каким-то действиям или еще чего-то. Все знают, откуда берутся ракеты и прочее. Все это сами знают, зачем мне это говорить. У тебя были трудности, когда ты посещал Украину сейчас вот именно? Украину? Нет. Нет. Было не то чтобы трудности. Было чуть-чуть стрёмно, когда я Одессу снимал. Прямо только началась война, ее тогда плотно бомбили, и мы все еще не понимали, что это такое. По Одессе было очень много военных. И я как иностранный журналист, как бы было чуть-чуть тревожненько. Тогда на каждом углу останавливали, проверяли содержимое телефона. Тогда было тревожно. Сейчас... А как ты представлялся им? Я объяснял. Я там, честно говоря, что я делаю, что снимаю выпуск. У меня есть корочка одного из молдавских телеканалов, я ее показывал. А, то есть все-таки у тебя есть возможность анонсировать? Это только там. Это только я не анонсировал, это там на месте. Ага, то есть, как говорится, если... Вот там пригодилось. Если конкретная ситуация возникла... Ну, это война, как бы... Ты что, это же похож на шпиона. Смотри, какой шпион ходит. У нас сейчас опять рекламная пауза, а после нее мы как раз, думаю, поговорим о твоем фильме, который ты снял недавно про Молдову, про проблему наркотиков. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Владимир, ты как видеоблогер сделал недавно, на мой взгляд, очень интересный большой фильм про наркоманию в Молдове. Называется «Соль и боль». Я вот хотел, чтобы мы с тобой на эту тему поговорили. Фильм очень длинный, больше двух часов. Тяжело смотрится, безусловно. Потому что и тема такая... Скажи, пожалуйста, вот ты изначально предполагал, что такой длинный, тяжелый фильм будет интересен аудитории? Ну, изначально невозможно, наверное, запланировать фильм на 2,20, потому что это реально звучит как очень много. Но я чем больше в это погружался, тем больше каких-то чудесных. У любого наркомана и истории просто челюсть отвисает, да? У него всегда драма какая-то. Боевик, короче, Тарантино. И в итоге наснимал так много, что потом вырезал, 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 вырезал. И когда вот было 2,20, я понял, все, я больше ничего не могу вырезать. Просто. Надо так оставлять, потому что, ну, блин, куда? Все интересно. И в целом, если фильм, вот по понятиям Ютуба, плохо, что он большой, но если он большой и интересный, это вообще неплохо, это круто. Я посчитал, что да, он большой, но интересный, поэтому стоит рискнуть и так его выложить. Скажи, почему ты вообще решил снять фильм про наркоманию в Молдове? Я давно хотел про социалочку такую снять. Я давно понимал, вот если люди обычно у нас делятся на 2 части, одна, типа, не наркоманы, которые тупо не видят, что происходит, вторая наркоманы, которые прячутся и тоже как бы не разглашают о себе ничего, то я-то как журналист, грубо говоря, да, я как журналист цепляюсь за такие вещи и вижу все больше людей, там, роют закладки, еще что-то. У меня среди знакомых появляются люди, которые пробовали там одно, второе, третье. И давно я хотел об этом снять, я понимал, что здесь прям какой-то нарыв, но пока не начал снимать, я не понимал, какие масштабы. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты много ездишь и странствуешь, ты, вот, постоянно твое место жительства сейчас в Молдове или ты живешь в другой стране, вот, твоя семья? Все в Молдове сейчас, но я по чуть-чуть рассматриваю Испанию, я туда вот сейчас лечу третий раз примерно на месяц, поглядываю. Ну, так взять и переехать, это очень сложно. Я, как человек, который много снимал эмигрантов, вижу в каждом из них, как это тяжело, и я сам знаю, что это тяжело, даже если есть деньги, все равно тяжело. Поэтому я вот так по чуть-чуть и очень аккуратно. Я почему тебя об этом спросил, потому что для людей, которые находятся, как говорится, на территории здесь, для них эта тема, ну, более актуальна, как правило, да, это мир, в котором они живут, от тех, которые, например, просто, так сказать, наездами, да, в страну, если так можно выразиться. То есть, потому что ты здесь находишься, и, исходя из этого, ты просто видишь всю эту проблему. Ну, скажи, пожалуйста, как ты себе подбирал героев вот для этого фильма? Как это случилось? Как обычно, как мог, так и искал, по всем знакомым. Много времени заняло? Знаешь, немного. Немного, потому что я взялся, я понял, так, у меня есть... Кстати, да, окошко временное тоже имело значение. Я понял, я в Молдове, у меня есть, грубо говоря, неделя, надо бы что-то снять. И из старых идей про наркоманию давно хотел снять. А почему бы не сейчас? И с того, как я через знакомых нашел первые контакты, я понял, да, наверное, у меня получится найти людей. И начинаем копать. Я просто начал снимать, снял одно интервью, второе. И опять же, давайте еще контакты, давайте контакты. Надо найти какую-то заброшенную такую в плохом состоянии квартиру. Вот ее дольше всего искал, вот Вадим, есть такой герой. Да-да-да, бывший боксер там. Да, дольше всего искал его, его самым последним нашел и понял, все, хватит, все было, все, все снято. Короче, нашел, нашел. Их на самом деле много. Мне сейчас, уже после того, конечно, как я ролик снял, сыпется просто куча предложений и снять еще что-то на эту тему, но я уже не буду, я считаю. Ну, я вот в свое время, у меня был опыт, я тоже снял фильм про Молдову, называется он «Молдова под кайфом». Его даже вот канал Н4 однажды, значит, показывал. У меня он был час сорок, и снимали мы его во время пандемии с одним оператором. И там у меня интервью, по-моему, 14 интервью внутри. Тяжелее было всего найти людей. Ну, тогда и пандемия, невозможно было попасть тогда в диспансеры, невозможно было общаться, вот приходилось там в масках, там, значит, переговаривать. Но очень тяжело люди идут на контакт по поводу того, что вот они готовы рассказать о своей судьбе. И вот этот вот герой, о котором ты уже сказал, Вадим, то есть вот тебе пришлось его каким-то образом уговаривать, вот таких людей, там еще другие. В реабилитационном центре понятно, это люди, которые уже на реабилитации, они понимают, вот, что они, как говорится, встали на путь исправления, они по-другому на это смотрят. А вот такие вот, на улице там у тебя есть очень много, этих возле наркодиспансера, этих людей, которые, к сожалению, уже потеряли свой человеческий облик. Кстати, один из этих ребят, которые давали интервью возле диспансера, умер через неделю. Да, я видел анонс у тебя был, да. Даже через 5 дней после съемок. То есть настолько быстро герои умирают, что я только снял выпуск, еще его не выпустил, уже помирают. Они почему соглашаются с тобой общаться? Вадима я искал долго, я туда к диспансеру, 3 дня приходил, в 6 утра, и вот искал кого-то, ну, типа, я говорил, дайте мне притон, да, искал человека с такой квартирой. Вадима я встретил на третий день, он очень инициативный, я как ему объяснил, для чего он такой, давай, погнали, ну, ты видел, он энергичный был в тот день. И он такой, да, давай, все. Он такой, сразу заявил, что, ну, я против наркотиков, я хоть и наркоман, я резко против наркотиков, я хочу об этом все рассказать, что я знаю. Вот так повезло. Но этого не везло. Это действительно увезение, а почему не везло до этого? Ну, потому что все отказывались, все такие, да ты что, никто из родных не знает даже, пожалуйста, не снимайте. Никто из родных не знает, что я вообще наркоман, что я сюда прихожу. Многие люди, которые приходят туда за метадоном, они реально живут обычной жизнью, и родственники не понимают, что они наркоманы. Я надеюсь, что покажут, вернее, многие посмотрят твой фильм, потому что уже у меня несколько знакомых смотрели, говорят, ой, жутко смотреть. Но на самом деле в этом есть свой эффект, потому что у меня в моем, например, фильме, там больше интервью, и невозможно было снять вот эту вот всю тяжесть, да, потому что во время пандемии были закрыты все эти диспансеры, их вообще отпустили в свободное, как говорится, плавание. Я был поражен, например, ковидный центр сделали в Костюженах вместо. То есть я тогда врача спросил, а где все ваши, как говорится, пациенты? Он говорит, да их всех отпустили. Да-да-да, было такое. Да, но мне, например, вот до сих пор непонятно, вот как можно, вот ты с этим, наверное, тоже, как можно человека, который на такой вот просто стадии пиковой, то есть наркоман уже с огромным стажем, которого ломка, взять просто выпустить из медицинского учреждения. Вот что ты об этом думаешь? Я не знаю, если это было так, то, конечно, печально. Я не разбирался в той ситуации, но слышал, что именно психов выпустили. Среди них, наверное, много наркоманов. Я так понимаю. Ну вот псих, наркоман, это вообще, как говорится, два в одном, это вообще по-моему. А часто, даже в ролике у меня это мелькало, что часто наркоманы косят под, ой, у меня биполярочка. Они ведут себя, у них как будто биполярное расстройство личности, и чтобы не палить свое пристрастие к наркотикам, они вот имитируют психологические проблемы. Ходят к психологу, но там не говорят про наркотики, чтобы скрыть от родных. И это отвечает на вопрос родителям о том, что же с моим ребенком. А, у него оказывается что-то с психикой, ну ничего, подлечим, все окей. И вот родители, родители вообще ведутся на все. Но ты сказал, что ты уже столкнулся с тем, что среди твоих знакомых, у нас вообще, то есть, правильно, многие анонимно, безусловно, он никто не заявляет. Вот те, которые, я бы сказал, на начальной стадии. Потому что, например, из моего жизненного опыта был несколько знакомый, когда ты об этом узнаешь, когда человек уже, уже все. Ну, они стараются не палиться, конечно. Вот ты насколько видишь эту проблему? Ну, потому что мы дальше поговорим уже по сравнению с другими странами. Потому что у тебя есть возможность сравнивать, что очень позитивно. Ну, с точки зрения, ты можешь понять, как это происходит в других странах, потому что все равно ты обращаешь внимание на детали, как блогер. Вот, на твой взгляд, для Молдовы на сегодняшний день наркомания, это вообще что? Ну, я считаю, это огромная проблема, не только для Молдовы. Молдова, Украина, Россия примерно на одном уровне, насколько я понимаю. И чем отличается наша наркомания от европейской, скажем? Там марихуана, кокаин. У нас соли. Соли перевернули все. Все мы помним наркоманов с 90-х. Все мы знаем, самое страшное, героин и все прочее. Но нет, за последние годы у нас появилась соль. Ее в Европе нет. Ее варят где-то в наших странах. И она привыкание максимально быстрое чуть ли не с первого раза. Ну, там, с третьего. Привыкание очень мощное. Она влечет к непоправимым изменениям мозга и вообще организма. Тоже чуть ли не... У кого-то с первого, у кого-то. Кто-то может спрыгнуть с нее через пару месяцев. У кого сила воли, и организм еще не разрушен ею. И там максимальный кайф. Выбрасываются все приятные вот эти нейромедиаторы и гормоны. То есть максимальный кайф от этого, максимальное привыкание, дешевизна и доступность. Тебе нужно 200 лей и телеграмм, и ты найдешь. Плюс вот эти необратимые последствия. Наркоманы, ну, год на соли живут, но через год это уже вообще другой человек. Это уже все потерянный. В Европе кокаин и марихуана, что тоже плохо, но это не соль. Смотри, у тебя один из героев этого фильма вкратце коснулся того, что наркотики у нас в Молдове крышуют полицейские. То есть это бизнес для них. Ты пытался... Ну, там есть один момент. Нет, да, он об этом говорил. Но ты сам при подготовке фильма не старался выйти на официальных органов, или ты хотел просто сделать вот именно истории вот просто людей? То есть ты не пытался узнать у правоохранительных органов... Я думаю, это было бы полезно для ролика. У меня уже не хватало хронометража для чего-то еще. Я считаю, он полноценный, но отдельно... Я думаю, это отдельный выпуск надо сделать с какими-то адекватными полицейскими, которые расскажут все как есть. Это прям отдельное расследование. Это еще 2.20, понимаешь? Это интересная тема. Я думаю, кто-то точно повязан. Ну, я не копал, я не знаю кто. Понятно. А вот у тебя в фильме есть такая некая романтическая история. Там есть в реабилитационном центре два героя. Парень и девушка Альбина и Юлик. Самое интересное, что она из России, а он из Украины. Да, и они в Молдове. И они в Молдове. Они встретились в Молдове, лечатся. Они, значит, влюбились друг в друга. И вот поженились в итоге. Скажи, вот эта история тебе каким образом попалась? Это была случайность? Это случайность. Я не искал. Я, конечно же, за нее зацепился, когда понял, что там что-то происходит. Но к ним я попал случайно. Просто в Бельце поехал снимать репцентр. У меня там была договоренность с репцентром, что они мне помогут с наркоманами. Я приехал и их встретил. Прикольно, что россиянин, украинка и еще и они здесь поженились. Это интересно. Это еще раз говорит о том, что Молдова у нас интернациональная страна. Она готова всех принять. А слушай, вот на твой взгляд, насколько вероятность избавиться от этой беды, если человек в нее попал? Вот ты из опыта, потому что там тебе рассказывали страшные вещи. Я, опять же, еще раз призываю посмотреть твой фильм, то есть наших зрителей. Мало того, знаешь, я считаю, что его, конечно, надо насильно, может быть, даже где-то показывать подросткам, чтобы они это видели. Потому что, к сожалению, это проблема. Вот там герои твоего фильма говорят, что родители порой стараются вообще как бы не замечать. Да, даже вот, по-моему, этот Юлик говорил, что там родители все равно думают, да нет, он нормальный. Это единое мнение всех, что родители узнают одними из последних. А, одними из последних? Да, это все согласны с этим. А на твой взгляд, вот почему вот из анализа именно твое мнение? Потому что они не верят, что мой ребенок может быть таким. Просто это настолько масштабное потрясение для родителя узнать, что там ребенок наркоман, причем на какой-то тяжелой стадии, что первая стадия из этих пяти стадий приятия, это что? Отрицание. Вот они бьют в отрицание, потому что невозможно в это поверить. И если ребенок дает шанс уйти в какое-то другое направление, говорит, «Мам, я просто пиво выпил». Она моментально верит, потому что для нее это, фу, слава богу, не наркоман. Она настолько сильно хочет в это верить, что цепляется за любой аргумент, который он ей кинет. Да, но при этом я хочу, чтобы наши зрители, кто, как говорится, не в теме, я в позитиве говорю об этом, понимали, что наркоманы потрясающие лгуны. Фееричные. Которые умеют так лгать профессионально, в буквальном смысле слова, избегая вот этих вот острых углов, что вот я, мама, выпил пиво, или мы с друзьями выпили чуть-чуть какого-нибудь слабого алкоголя. На самом деле это далеко не так. Надо разобраться. Сколько пив? Почему вот так? Вот если родители хотя бы посмотрят таких фильмов, они будут понимать, что как действует. Если он пришел под солью, разбирающийся человек сразу поймет, что он не пьяный, он вмазанный чем-то. Поэтому надо просвещаться. Мне пишут после этого ролика в основном заплаканные мамы. Что делать? Посоветуйте. Кто-то подозревает, а кто-то... А как на будущее мне уберечь? Да я у всех спрашиваю, нет такого ответа. Ответа точно нет. Но закрывать глаза, вот так думать, что это параллельный мир, этого не происходит. Вот это прямой путь к тому, что вы будете тем самым родителем, который узнает последним. Изучать, понимать, как действуют наркотики. Поэтому если вы будете это уметь, то вы сразу определите на ранней стадии, что что-то не то с ребенком, это не пиво. Уделять ему время, общаться. Это само собой, да? Само собой его жизнь должна быть интересной. Но вы должны понимать, как это все работает. Что это можно найти во дворе, и ему точно кто-то что-то подсунет. Не прям подойдут к обычному трезвому ребенку, который никогда ничего не употреблял. Сразу соль курить, вряд ли. Но ему сначала пиво точно предложат, сигарету ему точно предложат. Если он это начнет делать, оно будет усугубляться. Есть еще, если какая-то генетическая предрасположенность, то дорога туда. Ну вот я сейчас просто вспоминаю, у меня один из героев фильма, он анонимно там выступал. Он говорил, что сейчас у нас в Молдове, в Кишиневе, есть люди, которые... Симпатичный, например, девушка, которая подходит к компании подвыпивших подростков и предлагает именно парню, так как тут еще такой психологически момент, ну, девушка, предлагает, ребята, может быть, вы хотите с чем-нибудь более различить. То есть это специально через дилеров, есть такие люди, которые работают. Он приходит и говорит, может быть, вы хотите... Мало того, дают на первый раз бесплатно, вот, предлагают, чтобы потом, соответственно, уже на это дело подсадить. И многие, а, да, ну, вроде, потому что они в подпитии, они уже, мозги у них по-другому. В подпитии, конечно, нет, что угодно. Ну, да, давай уже попробуем. И вопрос не в том, что он просто идет куда-то сам и мечет. Ему просто вот, как говорится, такой маркетинг такой некий негативный. То есть ему предлагают это все. Вот это вот опасная история. И я вот хотел просто для зрителей сказать, вот ты говоришь, что родители разбираться. На мой взгляд, и об этом говорили вот у нас были в программе, и я вот отдельно общался с специалистами, все-таки необходимо обращаться в нарко... вот эти центры. Есть специальные психологи, которые занимаются, клинические психологи, которые могут выявить, потому что проблема одна из тех же солей, о которых ты говоришь, по мнению врачей. Это то, что определить их... А у тебя там, кстати, в фильме об этом говорили. Химический. И состав очень сложно, потому что есть определенный вот этот вот рецептурный, так я не знаю, так фигурально назову, ряд этих веществ, которые настолько быстро меняются, что их в классификаторе, что это наркотик, невозможно. И мне вот один из моих знакомых рассказывал, когда он маленький девочку, там, подростка, который просто на ногах не стоит, ей там 13-14 лет, говорит, возьмите у нее анализы. Они берут у нее анализы и говорят, она чистая, но она чистая с точки зрения классификации, а любому вменяемому человеку понятно, что она под наркотическим воздействием. Вот это вот огромная проблема, на самом деле, когда ты просто не можешь законодательно зафиксировать, что это есть наркотик, по которому, значит, идет уже, соответственно, дальше все. Насколько я понял, в России, я уже по комментариям смотрю, очень много наркоманов, там в первые пять дней почти две тысячи комментариев, и очень много историй люди рассказывают. Я стараюсь читать, не все, конечно, прочитал. Конечно, это очень много. Насколько я понимаю, в России как-то с этим порешали, и как-то объединили, типа, наркотическая смесь, некое понятие, и даже если эта формула не в каком-то каталоге, то с точки зрения юриспруденции это все равно наркотик. Но то, что выявить это сложно, да, это никак не помогает. Но я к тому, что если человек, родитель, конечно же, надо обращаться к специалистам моментально сразу, как только есть подозрения, но чтобы подозрения появились, ты должен как-то разбираться, что это не пиво и не простая сигарета. То есть элементарные какие-то познания в этой области должны быть у каждого родителя. Ты почуешь неладное, и быть всегда критическим к ребенку. Понимаешь, что если он наркоман, то он тебе точно не скажет. Он тебя будет обманывать. Как-то надо пытаться фильтровать его всегда, не врет ли он. Потому что если он наркоман, он врет часто, на чем-то можно подловить. И если он соврал сегодня и завтра, пусть по каким-то отвлеченным вопросам, то это повод вообще задуматься, не врет ли он постоянно, и не наркоман ли он. Потому что наркоман, он патологический, он будет врать во всем. Ну, знаешь, вот я сейчас вспоминаю, у меня есть опыт одного моего хорошего знакомого, когда они лечили, в кавычках, одного из наркозависимых, когда мама обратилась, просто она была в таком состоянии, что она уже вообще не знала, кто может помочь. Люди тогда приняли абсолютно не юридические правовые, так сказать, меры. Значит, они его пристегнули цепью в таком полуподвальном помещении кровати, что он мог дойти только до унитаза и больше ничего. Вот ему приносили еду, и вот он жил как собака на цепи некоторое время. А, говорит, он кричал, вот как вот фильмы про вампиров показывают, да, вот рвется с цепи. Это был ужас, да. Но эти люди не были врачами, вот кто помогал ей, но они были очень хорошими жизненными психологами. Вот я это сейчас, я безусловно, не призываю таким методом, да, но я просто говорю пример. Кстати, город без наркотиков, значит, Евгений Ройзман, он в России знаменитый, да, в Екатеринбурге. У них процессы такие, вот есть один из фильмов, его снял Пивоваров про проблему наркотиков, вот редакция канал, да. И там говорили, что они действовали точно такими мерами, потому что уговорить его, ну потерпи, ну не ходи ты к дилеру, когда вот так же у тебя герой фильма рассказывал, что я только за пивасиком. На самом деле договоренность там уже есть, там поменять или кто-то там из них. Я говорю, в центр поменять масло, да, то есть у него уже есть договоренность с дилером, он ему говорит такое кодовое, значит, слово, и жена думает, ну он едет на машине поменять масло. То есть он не едет к дилеру взять наркотик, он едет на машине поменять масло, в этом нет ничего. То есть и в результате я сейчас хочу сказать, этот молодой человек после долгих ломок, опять же здесь должны только под врачебным контролем такие вещи происходить, потому что ограничения у него, что там происходят какие-то процессы, это только специалист знает. Все равно срывается. Значит, он, потом мне рассказали о его судьбе, он в результате сейчас какой-то большой там на одном из российских телеканалов, большой продюсер. А, все хорошо. Да, да, то есть он сумел вот эту вот стадию пройти. И в принципе по методике вот того же Ройзмана, вот город без наркотиков там в России, они тоже очень много вот такими ограничительными мерами, когда просто в закрытом помещении. Метадоновая зависимость – это другая история. У тебя в фильме, кстати, некоторые герои, как и у меня в фильме, об этом говорили, что это на самом деле не решение проблемы. Ну, похоже на то. Да, да, вот мы вот сейчас после рекламы, когда мы уйдем на нее, мы поговорим о том, как в других странах, но это не решение проблемы. Это такой вариант, как бы, если так можно выразиться, наркоман-лайт. Такой, когда его подсадили на определенную смесь, и он на ней, опять же, я сейчас не призываю, я не врач, говорить о том, что да, это правильно или неправильно, но мнение многих людей, что это даже хуже, это я вот из общения с теми, кто наркозависим был, это, говорит, хуже на метадоне сидеть, чем сидеть на наркотиках. Но, опять же, мы просто сейчас говорим о проблематике. Да. У тебя были какие-то вообще трудности, вот кроме того, что ты вот искал героев вот при создании фильма, никто тебе не пытался там... Продать наркотики? Не, не, противостоять. А, кстати, по поводу того, что ты сам когда-то сталкивался с этой проблемой. С какой? Вот с наркотиками, вот в своей жизни у тебя был опыт, я имею в виду не то, что употребление, не об этом сейчас, и о том, что вот кто-то где-то тебе предлагал... Конечно, конечно. Ну, в Колумбии предлагают на каждом углу. Не, не, про Колумбию мы отдельно поговорим. А, в Молдове? В Молдове. Я сейчас про Молдову. Только разве что знакомые. Знакомые. Барыги на улицах у нас не подходят. У меня не было такого, как девочка подходит и что-то предлагает, я такого не встречал. Но, в целом, я знаю, что кто-то травку, кто-то что-то другое употребляет. Кстати, за легалайз у нас есть даже на уровне некоторых политиков, в Молдове выступают, что в Украине мы знаем, эта тема сейчас... Но CBD? Да. Я бы хотел, чтобы все поняли, я не за легалайз, я не против, я не высказываю мнение, но люди путают понятия. Есть CBD и THK, ТГК и ЦБД, да? То есть два вида марихуаны. Одна считается лечебной, она много где легализована, другая, именно такая, которая прет, она, по-моему, только в Голландии. Ну, еще, конечно, где-то, но мало где ее именно легализовали. Это две большие разницы. Вот мы о том, как там в Голландии и в других странах, поговорим после рекламной паузы. Не переключайтесь. Мы продолжаем нашу беседу с Владимиром Кармановым, который снял очень, на мой взгляд, важный и актуальный фильм. Фильм на YouTube, на его канале Вова Карманов, который называется «Соль и боль». Фильм о борьбе против наркотиков. На самом деле на это все рассчитано. В первой части мы вот до этого поговорили об этом. Я хочу, чтобы мы сейчас с тобой поговорили о том опыте, вот так сказать, вот этой всей проблематики наркотиков, которые ты видел во время своих путешествий. У тебя на YouTube-канале твоем есть несколько фильмов о Латинской Америке. Вот ты в Колумбии снимал фильмы, где, безусловно, вы не могли не коснуться темы наркомании. Я посмотрел эти фильмы. Я хочу, чтобы мы сейчас не останавливались. Я рекомендую просто посмотреть, потому что это вообще про Колумбию очень интересная такая. Для многих европейцев это экзотическая страна. Но Колумбия это, так сказать, для многих это равенство наркотики, это эскобар и все что. Но вот я хочу, расскажи, пожалуйста, ключевое отличие, на твой взгляд, употребление наркотиков и вообще проблематики вот именно типов наркотиков, которые есть в этой стране, как Колумбия, вот Латинской Америки и вот всем, что происходит у нас. Потому что, в принципе, для сравнения, вот в Молдове мы с тобой говорили вот до этого в части нашей программы о том, что многие не понимают, что это такое. И, как ты сказал, в странах Украина, Россия, Молдова одна, на твой взгляд, такая канва, что очень много сидит народа на жестком чем-то таком, чего нету, например, в этих странах. И многие, наверное, путают вот эти понятия. Вот расскажи, пожалуйста, эту грань. Колумбия и Латинская Америка, на самом деле, везде там похожие ситуации. По крайней мере, Колумбия и Бразилия, это и там, и там максимально жестко. В Сан-Паулу даже есть такие типа гетто наркоманские. Вот, блин, мне видео просто показали, я не успел это снять. А, то есть, они там живут? Просто загуглите кто-то в Ютубе, Крек-Оландия или Крек-Ландия, что это такое? Крек-Ландия Сан-Паулу. От слова Крек. Крек – это кокаин с героином, и там дает вообще какой-то сумасшедший эффект. Вот у нас беда – это соли, у них Крек. Вот самые конченные, насколько я понимаю, там, это кто курит Крек. Я сразу ремарку нашим зрителям, наркотики – это зло, ни в коей мере мы их не рекламируем, мы просто говорим об этой проблеме. Никогда не употребляйте. Конечно, поэтому я говорю, конченные. Что значит ключевое там? Во-первых, то, что оно там практически… Вот про кокаин возьмем, да, который в Европе типа элитный и прочее у нас вообще непонятно, есть или нет. Он там прям валяется под ногами, грубо говоря. Найти его там так же сложно, так же легко, как пиво попить. То, что стоит в Европе 50-100 кокаин, там стоит 2 доллара, понимаешь? То есть он максимально там доступен. Может быть, от этого он теряет какой-то смысл, я не знаю. Я же не снимал там такой фильм. Да понятно, ты просто с этим пересекался немножко. То, что он там… Я видел в фавелах просто столы с наркотиками вот так продают, и пацаны с калашами их охраняют. Естественно, я это не снимал, но я общался с этими пацанами, которые там продают. Прям стол на улице, несколько таких точек я видел. Стол на улице, там горка кокаина и еще что-то. Возможно, там еще героин, наверное, они сидят на героине. Ну, то есть наркоты, полный стол. Это там вот в плане, что супер доступно. Но все равно они там все пьют, они это все мешают с алкоголем. Проблема там, наверное, больше, потому что там ты чаще видишь каких-то сумасшедших на улице, типа бомжей. Но это даже не бомжи, непонятно кто это, какие-то бродяги. Их там очень много. И они часто там разговаривают сами с собой и прочее. По этим каким-то моим очень лайтовым наблюдениям, я думаю, там проблема больше. Но повезло, что у них там еще и соли вот этой нет. Которая явно мощнее, чем они там все употребляют. Вот смотри, я сейчас вот о чем подумал. Молдову называют самой бедной страной. Мы достаточно с этим с тобой оба не согласны. То есть у нас в стране очень много есть позитивного и безусловно. Но низкий уровень жизни. В таких странах, как Колумбия, тоже достаточно низкий. Примерно такой же. Да, примерно такой же уровень жизни. То есть там, где нищета и бедность, там люди к своему здоровью, к своему, я не знаю, образу жизни относятся по-другому. То есть у них нет во многом мотивации. То есть мне, кажется, нечего терять, кроме своих цепей. Фигурально, да, так. В этом, на мой взгляд, есть очень некая схожесть. Но проблема, которая там, как ты говоришь, горы, вот прямо горки, это как получилось? Вот ты не пытался там для себя, я понимаю, что ты не снимал специально фильм, но вот как получилось так, что государство ведь с этим там тоже борется? Оно суперповязано, оно не борется. Не борется? Оно суперповязано. Эскобар тоже шел в политику. Там сейчас все более красиво сделано. У всех подвязки. Это огромные деньги. Коррупция. Максимальная коррупция. Вот у нас коррупция, и у нас тоже наверняка кто-то из власти повязан. Я понятия не имею, никого не обвиняю, но, наверное, так. Там тем более. Там это еще большее, имеет еще большее значение, потому что они на экспорте делают бешеные деньги. Это миллиарды долларов. Там хватит купить всех политиков бразильских. Настолько повязано. У нас вот какая-то соль, и ее не могут истребить, потому что откаты, видимо, идут наверх. Это копейки по сравнению с теми деньгами, которые там крутятся. Там на корабле водолазы прикрепляют тоннами наркотики, и другие водолазы в Европе снимают еще на подходе в порт эти наркотики с кораблей. Понимаешь, какой масштаб, какие-то спецоперации на уровне спецслужб, понимаешь? Так, смотри, получается так. Если мы говорим о том коррупционном бедном государстве, ну, там, я не знаю, страны Латинской Америки, безусловно, если они вот повязаны и заинтересованы, они кораблям цепляют. Но в европейских портах не они же снимают потом это. Это снимают уже европейцы. Это снимают преступные группировки, естественно, которые повязаны с полицией или нет, не знаю, но, скорее всего, да. Нет, делают не государство, цепляют туда в портах. Нет, водолазы, преступная группировка. Вот у нас с тобой бизнес. Ты в Европе, я в Бразилии. Что с Бразилии вывезти, что с Колумбии, неважно. С Бразилии больше, кстати, вывозится. Но колумбийский продукт. Так вот, мы с тобой придумываем. Так, у нас есть куча денег просто. Мы можем купить любого. Мы, во-первых, покупаем водолазов, которые это крепят в Бразилии. И ты нанимаешь водолазов в Европе, которые это все снимают. Понимаешь, насколько большие деньги? Параллельно, если возможно купить кого-то из полиции или из власти, конечно же, мы ссорим деньгами, просто всех скупаем, до кого можем дотянуться. Так оно работает. В Латинской Америке полностью повязано это все. В Европе меньше, но все равно, я уверен, тоже там коррупционные схемы сумасшедшие. В Европе тоже много наркотиков. В Европе на улицы подходят и предлагают, если ты в относительно неблагополучном районе. В Париже, в Брюсселе, в Испании, везде я видел таких людей. Вот я хотел сейчас как раз об этом. Смотри, получается, что фабрика, так сказать, назовем условно в кавычках, по производству, это Латинская Америка. Это кокаин и возможно, нет, героин это Афганистан и вот что-то такое. Кокаин. Кокаин, да. А рынок сбыта, Европа, Америка, да, богатые. Европа и Америка. Вот про Европу. Ты видишь проблему в Европе, к которой мы так усиленно стремимся, в том, что там действительно существует проблема потребления, сбыта? Как будто... Оно есть, конечно. Ну, тревожно. Я не знаю, как правильно. Кто-то говорит, убивать всех наркоманов. Я, конечно же, не согласен. Это болезнь. Надо почерпать. Во-первых, где эта грань? Твой сын покурил, вот тот, кто орет, убивать всех наркоманов. Твой сын попробовал травку. Он, скорее всего, это где-то сделает. Его уже убивать или когда, или после второго раза. Когда убивать? Давайте определимся. Мы никогда не определимся, когда, на какой стадии. Но и вседозволенность, которая в Европе, она явно... Ну, короче, ты хочешь найти... Блин, ну хорошо, я бы сейчас думаю, а хочешь найти у нас соль, ты тоже найдешь. Так у нас через закладки, а там это более открыто, прям барыги стоят и продают. То есть там еще более открыто? Там открыто. У нас все через закладки. У нас ловят закладчиков. Там открыто прям, там нет системы закладок, кстати. Ну, я, по крайней мере, не встречал такое, чтобы кто-то об этом говорил. А знаю, что ходят барыги, я их вижу. То есть там это открыто. И вот эта вседозволенность тоже, она чуть-чуть жути набодит. Но там, опять же, там кокаин и марихуана. Не путать с солью. Мы с тобой немножко вот в предыдущей части разговора нашего коснулись по поводу вот марихуаны. Опять же, про легализацию марихуаны много идет такой массированной, я бы сказал, пропаганды в некотором смысле. На разных самых уровнях. Как тебе кажется, кто в этом заинтересован? Кроме, безусловно, тех, кто... Давай вот так возьмем. Я, опять же, не за одну из сторон, но возьмем аргументы двух сторон. Одни говорят, любые наркотики, это наркотик, наркотик, связан с наркотиком, даже CBD типа медицинская, все равно это конопля. Запретить максимально жестко, вот этот путь. Максимально запрещаем, видим наркоманов, сажаем в тюрьму, не убиваем, но там максимальная жесткость, один путь, да, по примеру, там, арабских стран. Второй путь более демократичный. Ты не имеешь права, вот человек покурил травы, ты типа не имеешь права его за это там убить или посадить, да, это такой европейский путь. В плане легализации аргументы за какие? Аргументы против мы все понимаем. Аргументы за какие? В том, что это легкий наркотик, в том, что деньги, которые будут выручены за его продажу, по идее, пойдут на пропаганду здорового образа жизни, борьбу с наркокартелями, которые тяжелыми продают, тяжелые наркотики продают. Допустим, это там в Европе 10-20 миллиардов в год. То есть Европа может заработать на конопле в бюджет 20 миллиардов в год, а не наркокартели, которые плодят преступность. И эти деньги направляют в нужное русло. Логика какая-то в этом есть. Как голосовать за это? Я не знаю, но аргументы тоже надо, чтобы все, кто против, тоже поняли хотя бы аргументацию противника. Да? Мы продаем, а не барыги это все. И эти все деньги, честно и прозрачно, идут на борьбу с наркоманией. Вот их линия. Ну хорошо, ты в Голландии был? Был. Вот там, как говорится, считается, что Голландия у нас в кавычках света. В Бельгии хуже. Вот выглядит Брюссель хуже, чем Амстердам. Вот там запрещено, понимаешь, запрещено, но все равно это... Как у меня в ролике, который я прямо сейчас монтирую про Бельгию, говорит местная жительница, что доставка кокаина на дом занимает 15 минут. И все об этом знают. Вот там, типа, все это запрещено. Но не работает закон. То есть, если закон не работает, значит, кто-то в этом заинтересован, получается. Ну, это да. Это я к тому, что Голландия не выглядит самой наркоманской страной. Вот что я могу сказать в этом плане. Это просто такой некий, уже такой, как бы, имидж вокруг, да? Ну, типа, первая, одна из первых легализовала все такое. Да, типа, легально хочешь, газуй туда. Вот почему такой образ. Это еще было очень давно. Сейчас об этом все говорят. Даже Украина в CBD легализует. То тогда, когда легализовала Голландия, все думали, боже, они с ума сошли. Сейчас об этом уже... А как ты думаешь, почему Украина легализует? Это тоже чьи-то интересы? Слушай, да я понятия не имею, почему. Ну, это в целом европейское, западное движение. Сейчас много где легализуют. Я не знаю. И Украина в этом всем участвует. Я, во-первых, это... Если это медицинское, и, например, на экспорт это одно дело. Может, они просто заработать на этом денег хотят. Если в Европе это легализовано, они в Украине строят фермы и отдают это все на экспорт и зарабатывают на этом 3 миллиарда евро в год. Кто их за это должен судить, да? В Украине варится соль, которая приезжает в Молдову. Это гораздо хуже. Если вдруг эти деньги, которые они выручат за продажу марихуаны медицинской, пойдут на борьбу с картелями, которые варят соль, ну, это только похлопать можно, если это прекратится. Ну, вряд ли, наверное, оно так будет. Я понятия не имею. Как Молдове в этом быть, на твой взгляд? Я понимаю, что ты не профессионал в этой сфере. Я не хочу даже лезть в это. Опять же, это вопрос политический. Я просто говорю аргументацию с одной стороны и с другой. Сами решают. Это должен быть референдум. Я не знаю. Люди проголосуют. Но должны обе стороны высказать четко, хорошо, внятно на телевидении в ходе каких-то дебатов. Все за и все против. И каждый, кто пойдет на выборы, должен вдуматься во все эти аргументы и честно проголосовать. И тогда народ решит. Я сейчас что-то буду пропагандировать, мне это не надо. Смотри, одна из точек зрения сторонников легализации в том, что марихуана является ничем не страшнее, чем какой-нибудь алкоголь. Там, я не знаю, коньяк, водка, вино. Опять же, если мы говорим о СИБИДИ, то точно она не так страшна, как алкоголь. Если это СИБИДИ, медицинская. То есть вот эти вот так называемые марихуаны. Я бы не из того, что я хвалю какой-то запрещенный препарат. Я давай с осуждения алкоголя начну. Алкоголь — это наркотик. Люди у нас пьют много и минимум половина людей можно смело записать в алкоголики, которые вечером там либо по хардижин в любом селе, в подвал, вино. Это прям норма для них. Либо в городе это пиво каждый вечер после работы. А что, я не могу расслабиться? Нет, это все. Но алкоголизм равно наркомании. У тебя, кстати, была одна из героинь, женщина. Я специально нашел алкоголичный блок про алкоголь. Во-первых, это трамплин ко всем наркотикам. Как ты говорил, подвыпившему подойди, предложи что-то. Знаешь, я попивал в своей жизни. Я знаю, что дурные мысли лезут вот так. Давай, погнали. Так что алкоголь это трамплин ко всему. Если ты абсолютно чист, трезв, ты не подумаешь покурить какую-то дрянь. А если ты выпил и пьешь еще систематически каждый день, то у тебя проблемы. То есть, вот смотри, мы, на мой взгляд, подошли к такой интересной модели, что для того, чтобы бороться с проблемой наркомании, надо в том числе позаботиться о том, что у нас страна пьющая. И у нас не только растет количество потребления наркотических веществ, нелегальные. У нас люди спиваются. Я бы очень хотел, чтобы какая-то борьба велась. У нас же культ вина, вино, слабоалкогольный напиток, который пьют дети. Я бы очень хотел, чтобы с этим боролись. А какие ты видишь вообще профилактические меры по борьбе с наркоманией? Кроме того, что родители должны понимать, как мы говорили, опасность этого всего. Через то, что они сами должны прийти. Пришел вечером, все, сейчас я буду не кино смотреть какое-то или развлекательный футбол. Я сейчас посмотрю два часа, как мне доктор-нарколог объяснит, что это за беда. И завтра я пойду, буду пальцем грозить своему ребенку, никогда не принимать. Профилактика в семье в смысле? Нет, вообще в обществе профилактика. Со стороны шаги государства? Со стороны государства. Вот как ты видишь вообще? Ну я не знаю. Если есть воля где-то там на самом верху, разобраться можно с поставщиками, я думаю. Я думаю, можно. Нет воли, наверное. То есть ты говоришь о том, чтобы экспорт прекратить? Импорт, да. То есть бороться можно по-другому. Сейчас это в ролике тоже есть. Что делает полиция? Только ловит закладчиков. Это просто расходный материал. Это ребятки, которые хотят быстро заработать, и они все попадают в тюрьму в течение месяца обычно, срок жизни вот этого закладчика. Но ничего не меняется. Идет просто поток закладчиков. Мы только плодим людей на зоне, которые малолетки. Дураки, которые хотели заработать. Мы только плодим себе преступников. Вот что мы делаем этим. А самих дилеров и... Ну я не знаю, не хотят или не могут, я понятия не имею. Но если есть мощная, железная воля у кого-то наверху, кто должен принимать такие решения, то я думаю, что-то можно с этим сделать. Скажи, пожалуйста, а ты в Сингапуре был? Не был. К сожалению. Да, потому что Сингапур одна из немногих стран, где с этим делом очень жестко разбираются. Филиппины были такой страной. Там казнили. Или Филиппины, или Таиланд. У меня они в одной поездке. По-моему, Таиланд. Таиланд. Там прям казнили. Но потом, когда это все отменили, сейчас в Таиланде наркомания. Будь здоров. Будь здоров. В кавычках. Да. Там сейчас очень много этого всего. Тоже на улицах без проблем. Если надо, пять минут. Знаешь, вот я сейчас вспоминаю в одном из интервью. Большое было интервью, по-моему, в 80-х годах. Нью-Йорк Таймс удавал покойный, ныне, как отец-основатель Сингапура Ли Куан Ю. И у него в разговоре с американским журналистом, значит, был вот такой вот момент. Он говорит, что у нас в Сингапуре, если человек болен, если мы предполагаем, что человек наркоман, мы отправляем его на анализы. Если анализы показывают, что да, действительно он наркозависимый, то мы его отправляем на принудительное медицинское лечение. На что ему американский журналист говорит. Но это нарушение его прав как человека. Вот хочу принимаю, хочу не принимаю, потому что мой организм, что хочу, то с ним сделать. На что Ли Куан Ю ему ответил, что это не так, потому что наркоман, это социально опасный человек для общества. По той простой причине, что он, мало того, что он больной, он в этом состоянии может, значит, совершить преступление раз. С другой стороны, он начинает из своей семьи вытаскивать деньги именно на покупку вот этих вот всех наркотических веществ, в результате чего разрушается брак. То есть там он привел ему аргумент, цепочку вот этих вот событий, которые приводят человека разрушать не только свою жизнь, но он разрушает жизнь социума. То есть он разрушает жизнь своей семьи и вот близких людей, создавая им огромные проблемы. Я думаю, американец на это ответил, а у нас, чтобы он не убивал никого, раздает метадон? Ну, тогда метадон еще не был, это все-таки интервью 80-х годов, да, да, старое. Но он сказал, что вы не правы, потому что свобода личности, человек имеет право со своим организмом, со своим здоровьем поступать, как он считает нужным. Ну, вот видишь, это борьба двух полюсов. Я, конечно, в этом случае считаю, что за наркомана, если он тяжелый, надо за него принять решение. Он не может просто. Он не может принять другого решения, кроме как дальше обдалбываться. Другого он не примет. То есть тут нет свободы выбора. У него нет свободы выбора. За него надо все-таки выбрать. А потом разбираться. Переломается и разбираться уже, когда он чуть-чуть придет в себя, может быть, он тогда... Ну, видишь, вот это четкие, четкой грани нет. Надо четко определить. Хорошо, на каком должен сидеть наркотики человек и как долго, чтобы за него могли принять решение какие-то органы, да? Это все четко должно быть прописано, чтобы не было какой-то каши. Человек покурил траву, его в тюрьму посадили, да? Вот, чтобы не было такого бардака. А у нас, когда не все законы хорошо исполняются, еще если они в каких-то туманных формулировках, это приведет только к бардаку. Я за конкретику. Вот скажи, ты вот, когда делал свой фильм, ты общался возле этого диспансера с этими наркоманами. Вот они там, многие сидят вот на этих вот лечебных, так сказать, метадон получают. Вот ты общался отдельно еще вне кадра с кем-то? Вот есть какие-то такие моменты? Вот что осталось за кадром, что люди не хотели говорить? В целом про метадон. Нет, вообще в целом вот про проблему эту. Может быть, с врачами тебя общался? Ну, они все ключевое. Они все сидят не просто на метадоне. Они с утра выпили метадон, чтобы чуть успокоиться, потом дальше обдалбывается кто чем привык. Это обычно идет дополнение. Если авторы программы думали, предполагали, что посадят человека на метадон, и он будет только его употреблять, это точно не работает. Не знаю, это может должно как-то контролироваться. Может, надо проверять человека, чтобы он регулярно сдавал анализы, чтобы его оставить на метадоне, чтобы отсечь все остальное, например. Этого явно не делается. Насколько я понимаю, очень легко попасть в эту программу. Все говорят, что очень тяжело с него слезть. Чуть ли не так же, как с героиной, или даже тяжелее. Ну, мне рассказывали жуткие истории о том, как люди пытались с него слезть. То есть, он вроде приписка медицинский метадон, но тяжелая вещь. Тяжелая вещь. Он сильно так, типа, их не штырит, но слезть с него очень тяжело. Там люди месяц не спали. Кто-то в комментариях уже мне писали истории, которые рассказывали жуткие о попытках слезть с метадона. Это тоже очень тяжело. Ну, видишь, это тот как раз вопрос морали. Мы вроде бы не можем, этот человек, он личность, да, мы не можем его насильно что-то с ним сделать. Но мы можем ему предложить метадон, чтобы он не воровал, не убивал. В этом-то плане работает, понимаешь? В этом полностью осудить, кто я, чтобы это осудить. Это надо огромное какое-то расследование. Но именно в этой части работает. Прямо сейчас убрать метадон, просто убрать метадон, допустим. Но, наверное, повысится преступность. Я не знаю, но логика говорит об этом. Просто, может, не надо было подсаживать. Это уже другой вопрос. Ну да, в принципе, мы с тобой в результате, вот сейчас передача завершается, наш разговор. Мы с тобой приходим к тому, что необходимо очень глубокий анализ того, в каком состоянии у нас общество находится. И работа совместно как самого общества, каких-то там, я не знаю, активистов, кто борется. У нас есть неправительственные организации, реабилитационные центры, у которых большой опыт, с одной стороны. С другой стороны, у нас правоохранительные органы, которые борются, либо насколько эффективно они борются. И есть законодатели, есть исполнительная власть, которая должна тоже принимать решение, каким образом мы должны вот эту программу выстроить. Потому что иначе, если этой бедой, о которой мы пытаемся сегодня говорить, никто не займется, то нас ждет, наверное, все-таки вот этот вот печальный опыт к той же Колумбии или Бразилии, где, как ты говоришь, стоит автоматчик возле столика, на котором дорожка, горки и пакетики. Вова, спасибо большое за этот разговор. Я нашим зрителям хочу сказать еще раз, что в гостях у меня сегодня был автор YouTube-канала Вова Карманов, и говорили мы о проблеме наркомании. Берегите себя, наркотики — это зло, никогда их не употребляйте, и берегите своих близких. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова